Буэнос-Айрес, ребята! Сегодня будем делать тест Ханна на фосфаты. Сначала сделаем с оригинальным реактивом, который идет в комплекте, дорогущим. Потом сделаем самоместный реактив и сделаем тест с помощью самоместного этого самого. Кому лень смотреть всю телегу, вот тот тайм-код сразу на приготовление самоместного реактива. Значит, что мы делаем? Что мы делаем? Берем наш калориметр, берем пробирочку, наливаем 10 миллилитров. Почему-то, ну, воды, да, тестируемой почему-то не положили в комплект. Значит, шприц, но тут, в принципе, есть рисочка, да, покуда наливать, 10 миллилитров. Наливаем. Ништяк. Завинчиваем крышечку. Вставляем, нажимаем пресс. Идет калибровка оттенка раствора. С2. Что мы делаем? Берем нашу пробирочку, берем реактив. Реактивы по умолчанию в комплекте идут всего 6 штучек. Купите сразу себе пачку. В пачке 25 штук. В магазине Рифовод у моих братков. Вот. Она стоит что-то около 1000. Не буду врать. Короче, дорого. Но, с другой стороны, не так часто ты делаешь тест на фосфаты, поэтому... А может и часто. Короче, вот. Но то, что 6 пакетиков идет в дефолтной комплектации, это позорно, конечно. Набираем сюда реактив. Закрываем. Болтаем. Вставляем нашу пробирочку. И удерживаем клавишу для того, чтобы запустить таймер. Таймер запускается на 3 минуты. Видно, не видно. Ждем 3 минуты. 3 минуты у нас истекают. Таймер выходит. И получаем результат. То есть, эти 3 минуты нужно для того, чтобы прошла реакция. Вот у меня водички из-под мурены показывает аж 0,45. Там здоровенная мурена жрет креветки и гадит прямо в воду. Ну, собственно, вот. На этом легкая часть закончилась. Тест очень простой. Всем рекомендую. У кого есть денежки, ссылка будет в описании на сам чекер у моих дружков из рифовода. Вот. И там же можно реактивы купить. Если вы, например, любопытный жук, и вам не имется делать эти тесты по 5 раз в день, или у вас куча объектов на обслуживании, и, ну, не напасешься просто этих самых тестов, то можно пойти иным путем и приготовить раствор сам. Подробная инструкция на приготовление этого раствора будет в ссылке в описании. Ссылка будет на сайт Риф Централ, и там уважаемый Карен разработал этот тест. Ну, вернее, как разработал. Это стандартная методика определения, просто он сделал это удобным для аквариумистов. Вот. Я сейчас расскажу и покажу, что нужно, как это все смешать, и мы с вами попробуем сделать тот же самый тест с той же самой водой. И так, значит, нам понадобится... Все это можно купить в магазине химреактивов. Не знаю, как в вашем городе, в Москве так точно можно. Не знаю, в реактив торг. Вот я покупал и все купил в одном месте в химлабе. Короче, можно все это купить. Нам потребуется... Первое. Соляная кислота концентрирована. С этим, ну, больше всего, самый-самый большой геморрой. Потому что она прекурсор, и ее не так легко свободно купить. Зато в любом автомагазине или Ашане можно купить несоляное, серное. Что-то я вот... В любом автомагазине можно купить серные кислоты. Она разбавленная уже. Вот ее, эту серную кислоту, да, для электролита, нам надо будет разбавить один к одному. А если вам... Это не совсем кошерно, потому что она может оказаться фосфатами уже. Но если у вас есть возможность серную кислоту найти концентрированную, да, то ее нужно 140 миллилитров развести в 900 миллилитрах осмоса. И вы получите искомый раствор. А дальше нам потребуется аскорбиновая кислота. Тоже с этим проблем нет. Можете купить или в том же ReactiveTorga, да, либо на ebay. Нужно ее 2,7 грамма на 50 миллилитров осмоса. Раствор это долго не хранится, поэтому в отличие там от раствора серной кислоты, которую мы делаем, большой флакон, аскорбинки делайте небольшой, он испортится. Хранить его нужно в холодильнике. Но вот я 50 миллилитров сделал, гоняю уже вторую неделю. А дальше нам потребуется молибдат аммония. Вот тоже в ReactiveTorga это можно купить. Ничего не запрещенный. И нужные вот 15 грамм развести в 500 миллилитрах осмоса. Да, цифры можете не запоминать. Я ссылку дам на статью, где вы сможете это все посмотреть. И последний компонент, антиманил, тортат, тортат, антиманил, антиманил. Короче, сурмияновый кислый калий. Вот так это выглядит все. Сурмияновый кислый калий. Аммонии молибденово-кислые или молибдат аммония. Аскорбиновая кислота. И серная кислота. Значит, список. Да, ну на всякий случай вот тут сейчас я бабахну табличку. Чего сколько надо. Дальше, что мы с этими полученными реактивами делаем. Тоже такая история. Нам нужно приготовить эдакий рабочий раствор. Вот у меня все это в таких баночках. Ну, как бы мы же с говноветок делаем. Вот у меня баночки такие. Если у вас есть возможность химическую посуду прикупить, то купить. У меня нет, поэтому я вот в таких банках. Единственное, что важное замечание. Молибдат аммония не следует хранить в стеклянной таре, потому что он может натянуть силикатов. И химия процесса, похожая определение фосфатов и силикатов, вы можете подтянуть просто из тары стеклянный силикат. И будет не совсем корректно показывать тест. Так что вам понадобится. Берем маленький стаканчик, в котором мы готовим раствор. Очень важно соблюсти порядок закладки компонентов. Грубо говоря, да? Значит, первый раствор, кислота, нам нужно 5 мл. Сейчас наберем. 5. 5 мл. 5 мл. Есть. Второй раствор. Молибдат аммония. Молибдат аммония. Будем капать. 2 мл. Сейчас у меня тоже такая немножечко узбекская технология. Я могу так говорить, потому что я сам узбек. Вы нет. Так. Есть. Третий раствор калий сурмьяново кислый или антиманил. Нужно его 1 мл. Один миллилитр. И последний. Аскорбинка. 2 мл нужно ее. Вот, получается такой желтоватый растворец. Желтоватый растворец. Дальше действуем по инструкции Ханна. Результат получится не совсем такой, потому что разное разбавление. То есть, там мы в 10 мл испытуемой воды разбавляли реагент. А тут мы к этим 10 мл еще прибавляем как бы 1 мл этого самого раствора нашего для определения. Набираем 10 мл испытуемой воды. 1 мл нашего реагента. Реагент получается дофига. То есть, вот я делаю его один раз. И он, кстати, хранится недолго, в течение 6 часов. Поэтому ты его делаешь, его нужно в этот же день использовать. Вот, у меня для удобства есть еще тут морская вода, чистая морская вода. Для того, чтобы, там вот она у меня есть в одной пробирке. То есть, для калибровки прибора я использую ее. Наверное, не совсем правильно. Ждем. До Барти просит Ханна реагент номер 2. Нужно также подождать там 3-4 минуты, чтобы прошла реакция. Также нажимаем, удерживаем кнопку, чтобы пошел таймер. И ждем. Сейчас посмотрим результат. 0,40. Ну, на самом деле, вот, да, у нас там было 0,45 или 0,49. То есть, погрешность в пределах, ну, короче, 10%, примерно, тех самых вот 10%, которые мы добавляем лишнее. То есть, вот этот самоместный реактив, он чуть, получается, занижает показания. На низких концентрациях, типа там 0,03, 0,05, динамика примерно та же самая, прослеживается. Вот, поэтому, если нужна какая-то прям вот точная точность, то используйте реактив. Или используйте такой самоместный тест. Но прелесть в том, что его можно сделать много повторений. То есть, можно взять воду из разных мест аквариума. Можно взять воду из сампа, из дисплея, из водорослевика. Например, сделать 3 разных теста. К тому же, каждое новое измерение будет даже на одном и том же реактиве. Там, неважно, самоместный этот реактив или родной хановский. Будет показывать немного разные значения. И если одно измерение на хановском реагенте родном стоит, сколько там, рублей 50, то вот эти все реактивы мне в химлабе обошлись, ну, я не буду врать, ну, короче, до 1000. При том, что я купил еще килограмм нитрата калия себе для дозировки нитрата. Вот, то есть, и этого количества хватит, наверное, мне, вам и еще моим внукам. Ну, то есть, не соразмер. Поэтому прелесть в том, что можно сделать таких тестов очень много, если тебе важно знать именно точное значение. И, ну, вот, вывести среднее, на геометрическое, арифметическое. Вот, и понять таким образом. Вот, короче, такой сегодня ликбез. Еще раз спасибо Карену, который для нас все это придумал, такой сделал тест. Пройдите по ссылке, во-первых, в рифовод, чтобы купить себе такой обалденный колориметр. Вот, кстати, я до этого пользовался тестами с элеферт. Ну, тест с элеферт хороший, да, но только не на фосфат. Он, то, что он показывает, там реакция, химизм реакции тот же самый, но, видимо, концентрации не те. Короче, там очень тяжело почувствовать разницу. Ну, либо нужно каким-то феноменальным зрением обладать. Ну, реально, там показания типа 0.03 и, ну, 0.25, они примерно одинаковые. То есть, ну, на глаз очень тяжело определить. У с элеферта надо там под дневным светом, вот таким, да, там натуральным, смотреть разницу. Это поэтому дичь. Вот, поэтому проходите по ссылке в рифовод, покупайте там такой вот тест. Проходите по ссылке на сайт рифцентрал, говорите спасибо Карену и покупайте себе, что? Калий сурмьяново-кислый 0.5 водный импортный. Такие дела. Ладно, ставьте лойсы, пишите комменты. Увидимся в новых видосах. Чао, какао, пока.